Здравствуйте, уважаемые коллеги! Надеюсь, меня слышно, но вижу, что не очень хорошо видно. Напишите, пожалуйста, в чате, слышно меня или нет. Спасибо огромное. Я бы хотела рассказать о коучинговых инструментах, которые мы используем на уроках. Я – это Кузнецова Инга Викторовна, учитель английского и немецкого языков Краевого центра образования города Хабаровска. Я и моя коллега Ольга Евгеньевна Хмара входим в состав Краевого инновационного комплекса коучинг в образовании, являемся его активными участниками, участвовали в первой очной сессии, дистанционную сессию проходили. Очень рада всех видеть. Всех участников вебинара. Понимая, что задача образовательного процесса сегодня состоит не столько в передаче знаний, умений и навыков, а сколько в личностном результате учащегося, мы искали технологии, которые нам бы помогали решить эти задачи. То есть как сделать так, чтобы появилась внутренняя мотивация к учению, чтобы у ребенка была готовность мобилизовать свои способности, как сделать так, чтобы ребенок относился к учебе более осознанно, а знания, которые он получает в школе, имели для него личностный смысл. Ну и вот такой технологией оказался коучинг, технология поддержки в обучении и индивидуально-личностном развитии учащихся. Коучинг может считаться успешным только в том случае, если учащийся приходит к внутреннему пониманию необходимости учебной деятельности для достижения своих личных целей. А учебная деятельность будет являться осознанной, а значит эффективной тогда, когда учащийся примет на себя ответственность за ее результаты. Ну и вот оказалось, что коучинг является той самой технологией, которая эти задачи помогает решать. В коучинге очень богатые инструментарии, которые можно на уроках использовать. Я бы хотела задать вам вопрос, какие коучинговые инструменты вы знаете? Это первый вопрос. Хотела бы ответы в чате увидеть. А второе, какой коучинговый инструмент считаете наиболее удачным для использования на уроке? Так, сильные вопросы вижу. Шкала. Еще, пожалуйста. Пирамида, колесо. Так, Дисней, Уолл, Дисней, колесо. Спасибо огромное тем, кто принял участие. Стол менторов появился у нас. А теперь скажите, пожалуйста, какой из тех, которые вы назвали, инструментов, наиболее удачным считаете для использования на уроке? СМАРТ, постановка цели по СМАРТ. Вопросы сильные. Так, вопросы. Да, действительно, вот этот инструмент сильные вопросы можно использовать на любом этапе урока. И на этапе цели и полагания, и на этапе проработки материала, и когда рефлексия проходит, третий этап урока. Да, сильные вопросы шкалирования. Шкала помогает очень хорошо. Любовь абсолютно с вами согласна. Шкалирование – это наше все. Особенно, да, на этапе проработки материала. Любой подходящий к моменту инструмент. Спасибо огромное, коллеги. Почему я задала этот вопрос? Дело в том, что когда мы создавали свою живую тренинговую тетрадь СМАРТ, мы искали, с чего начать, как преподнести ребенку материал и какой для этого инструмент использовать. Нам хотелось, чтобы действие ребенка при работе с нашей тетрадью было осознанным и имело для него личностный смысл. И вот таким инструментом для нас стало колесо баланса. Мы его назвали колесо достижений. Это прекрасный инструмент, который помогает прорабатывать необходимые шаги, цели, задачи на этапе целеполагания урока. В нашей тетради мы ее создавали под лексику к учебнику Афанасьевой-Верещагиной для углубленки по английскому языку. Каждый тематический раздел начинается с коучингового колеса или колеса достижений, к которому мы периодически возвращаемся, прорабатываем его снова, отмечаем сектора, прописываем цели. Я покажу дальше, как мы это делаем и как у нас это получается. Итак, мы предлагаем заполнить коучинговое колесо. При помощи этой техники учащиеся сначала определяют степень познания предложенного материала, а потом разрабатывают для себя маршрут продвижения к цели. Колесо достижений представляет собой круг, разделенный по секторам, соответствующий формируемым конструктивным умениям учащихся и содержащий оценочные шкалы от 1 до 10 по каждому умению. Вот за что я люблю колесо достижений, за то, что оно совмещает в себе круг, и плюс еще здесь шкалирование, то самое, которое коллеги называли в качестве удачного и любимого инструмента. Вот как раз в колесе достижений все эти вещи есть. Ноль на колесе не присутствует, хотя это нулевая удовлетворенность или если ничего не происходит, а 10 – идеальный результат или полная удовлетворенность процесса. В зависимости от темы деятельности, сроков, личных предпочтений ученика, сектора могут различаться. Они действительны для этого ученика в этой ситуации и именно сейчас. Критерии могут не совсем вписываться в единую классификацию, но если они выделены учеником как важные, то значит на них смотрим. Смотрим и составляем план работы. В нашем колесе выделены 8 секторов, но их может быть, к примеру, 7, 6, 5, 4. То есть все это зависит от того, какая тема деятельности, что будем прорабатывать, какие цели перед собой ученик ставить. Вот таким образом он это колесо наполняет своим содержанием. Как мы работаем с колесом достижений? Первый наш шаг – подписываем название секторов. Что должен знать и уметь обучающийся к концу изучения соответствующего раздела? Второй наш шаг – определяем идеальное состояние по каждому сектору. Может возникнуть опасность, что учащиеся будут оценивать себя максимально высоко или неоправданно и низко. Здесь как раз идет формирование оценки самоконтроля очень важных вещей, над которыми мы сейчас работаем и отдельную тему разрабатываем, потому что действительно вещи очень важные. Поэтому важно проговорить с детьми, что будет являться для них идеальным результатом. Если есть понимание идеального результата, тогда можно себя более-менее адекватно оценить. Например, первые вопросы при работе с колесом достижений. Это движение снизу вверх. Что для тебя 10? Что будет являться идеальным результатом? В какой точке ты сейчас находишься? Опиши, пожалуйста, подробнее. Если сдвинуться на 1 балл выше, в чем будет разница? Что будет иначе? Если еще на 1 балл? И так пока не дойдем до 10. А есть движение сверху вниз. Что для тебя 10? Где ты сейчас находишься? Опиши, пожалуйста, подробнее. Опиши, пожалуйста, 10 подробнее в формате конечного результата. А чем 9 отличается от 10? Что уже будет на 9? А чем 8 отличается от 9? И так далее. Пока не дойдем до исходной точки. И в результате у нас пошаговый план достижения идеального результата десятки, опираясь на желаемый результат. Третий шаг – это точка отсчета. Имея представление о том, куда обучающийся хочет прийти в идеале, он отмечает на колесе, где находится сейчас. По собственным ощущениям. Таким образом, мы получаем отправную точку и конечную точку. На основании такой шкалы можно увидеть, с чего начинать работу, на что обратить особое внимание в процессе обучения и какова динамика продвижения к стопроцентному результату. И здесь немаловажно объяснить ребенку, что небольшие значения на шкале – это не повод для расстройства. Это отражение текущей ситуации, дающей возможность для роста. Ребенок не может находиться на нулевой отметке. Хотя изначально может оценивать себя как полный ноль. Ноль – это отсутствие понятия о существовании чего-либо. Это ничего не происходит. А если ребенок смог уже выделить само понятие, отметить, он уже не может находиться на нулевой отметке. Четвертый наш шаг – расставляем приоритеты и прописываем первоочередные шаги. Очередным этапом совместной работы ученика и преподавателя может стать определение направления развития. То есть изменение в каком секторе хотя бы на одну единицу может повлиять на все остальные. И первоочередные шаги. Что самое простое и доступное можно сделать уже сегодня. Кроме того, самое время определить, что поможет обучению, что помешает. В качестве домашнего задания ученик может ответить на эти вопросы, определяя для себя как минимум 5 факторов ресурсов помощников и 5 возможных причин своей непродуктивности. Так, и пятый шаг – отмечаем продвижение. Что здесь мы понимаем под этим? В процессе обучения каждый ребенок с определенной периодичностью, например, 2-3 раза в течение изучаемого раздела, закрашивает такое количество полос в каждом сегменте колеса достижений, которое соответствует уровню сформированности у него конкретного умения. Хорошо, если ребенок будет отмечать прирост умений разными цветами, в разные промежутки времени. Хорошо бы вернуться к такому колесу 2-3 раза, посмотреть, есть ли прирост знания. Ребенок получает картинку и видит, что да, прирост происходит. И учитель видит, куда ему дальше идти, и понимает, что там дальше делать. То есть преподаватель получает подсказки для построения занятий, которые точно отвечают потребностям ученика. Чем хороший этот инструмент, коллеги, как вы думаете? Ну вот пока вы думаете, чем же он хорош, я вам покажу колесо достижений. Вот здесь у нас Майншультак, это с урока немецкого языка. Мы прорабатывали 4 тематических раздела, прописывали, чему должны научиться. День недели, время суток, предлоги, распорядок дня, понимать и составлять текст о школе. То есть была тематическая проработка вещей. И вот как ребенок себя оценил на начале изучения этих тем, по 3-2 балла. Но, к сожалению, здесь мы не видим, но не показано на этом колесе прироста. А вот здесь у нас показан прирост. Уже урок английского языка. Вот у нас прирост произошел, как ребенок себя отмечал. Так, вижу первый ответ и мотивирует на успех. Спасибо, Елена, огромное. Еще. Да, не только видеть цельную твердиться. Действительно. Да, когда он видит прирост, который происходит, что он сдвинулся с той точки, на которой находился. А еще. Да, знает, к чему стремиться. Еще, пожалуйста, идеи, мысли. Комментарии. Вот оно поближе, коучинговое колесо мы видим. I want... I know words. I can talk about my world. I know countries. Прописано тематически. Так, учится анализировать. Верно, Анна? Я знаю. Да, прогноз перспектив, Наталья. Абсолютно точно. То есть, по нашему мнению, это великолепный инструмент, который прекрасно работает, его нужно обязательно использовать. На этапе целеполагания прорабатывает цели, задачи. Шаг мы имеем, продвижение. Знаем, куда идем, зачем мы это делаем. Шаги прописываем обязательно. Там, степ 1, степ 2. Или там, шаг 1, шаг 2. Что можно сделать сегодня? А если вы еще эти шаги к цели распишите по смарт или кило, да, технике, когда мы ее конкретизируем, локализуем и так далее. Ну, это будет просто. И на это нужно потратить время. Потому что это потом приносит реальные, хорошие результаты. Еще этот инструмент хорош тем, что мы можем, когда дети проговаривают, что они будут делать, услышать установки и шаблоны действий, которыми дети обычно пользуются. И обсудить их с точки зрения необходимой помощи или помех в достижении результата. Мы получаем способ заглянуть за рамки непосредственно урока, за рамки предмета, который мы обучаем, и выйти на уровень стратегии обучения. С другой стороны, ребенок получает возможность выговориться и быть выслушанным, без каких-либо отметок, приходит к осознанию необходимости учебной деятельности для достижения своих личных целей. И там же не только тематические вещи могут быть прописаны. Это же может быть какой-то личностный результат. Кто-то напишет, что он хочет быть более организованным, пропишет в том секторе лишнем, который у него будет. То есть вот есть такие перспективы личностного развития и роста. Да, инструмент отлично работает на развитии ученика. Любовь, абсолютно с вами согласна. Ну и вот возвращаясь к нашей тетрадке, которую мы сейчас разрабатываем, активно занимаемся ее наполнением. Она у нас в таком пилотном варианте готова. Майсмартбук, живая тренинговая тетрадь, разработана к учебно-методическому комплексу английского языка Верещагиной Афанасьевой. Что мы туда закладывали? И к этой эффективности. У нас там очень много интерактивных вещей. Ссылок на разработанные нами ресурсы в облачных сервисах. Готовые абсолютно тренажеры для проработки лексики. Это умное целеполагание. Под умным целеполаганием мы рассматриваем как раз этот этап, когда мы прорабатываем наши цели, с чем мы работаем. Как прописываем очередные шаги. Не очередные, а вообще шаги по продвижению к цели. Интеллектуальное развитие. Мы туда закладывали упражнения, которые развивают когнитивные способности учащихся. Мы специально отбирали и читали специальную литературу для того, чтобы их качественно сделать. И чтобы они принесли учащемуся максимальную пользу. И само собой изучение английского языка, хотя это не первая цель была при создании этой тетради. То есть изучение лексики здесь не в первую очередь. Здесь как раз нам хотелось, чтобы и мобильное обучение было с использованием гаджетов. Потому что мы-то прекрасно понимаем, что для поколения Z, детей, которых мы сейчас учим, мы должны формулировать задачи, используя разные сервисы, программы. Менять инструменты, использовать как можно больше технологий. И отнимать возможность использования интернета, всевозможных социальных сетей. Учить естественные безопасности детей в интернете. И вот для нашей тетради, в качестве основного инструмента, очень важного, мы выбрали колесо баланса, колесо достижений, коучинговое колесо. Великолепный инструмент, прекрасно работает на этапе целеполагания. Но вот лучше я не встречала. Тем более, что мы уже постоянно это используем. И, поверьте, результаты великолепные. Так, идем дальше. Ну, вот так выглядит коучинг вилл в нашей тетради. И как мы ставим задачу для ребенка. То есть, мы ставим задачу, что для начала нужно распланировать работу свою. Так, сейчас я немножко пройду дальше. И вот, когда мы все это делали, и свою тетрадочку разрабатывали, мы подумали, а почему бы детям не поделиться своим успехом? Мы предлагаем детям и для этого создали специальную площадку, сайт mysmartbook.weebly.com Адрес сайта есть у вас на экране, где мы предлагаем детям поделиться своими колесами достижений. То есть, они должны перейти на страничку нашего сайта, найти страничку will, колесо, загрузить его. Через 1-2 дня оно появится. И все смогут посмотреть, какого успеха этот ребенок достиг. Более того, каждые 10 дней будет разыгрываться специальный приз. Лучшие колеса получат специальные бейджи. Так что, у нас такой проект. И мы бы хотели, чтобы дети в нем активное участие приняли. И чтобы их колеса не остались без внимания. И другие смогли оценить, каким образом ребенок продвинулся в изучении предлагаемой темы. Так, сейчас, минуточку. Вот так выглядит стартовая страница нашего сайта. Never ever give up. Никогда не сдавайся. My Smart Book. Обращение к учащимся. Reference. К сожалению, здесь очень мелко. Но на самом деле, там есть, что почитать и чему научиться. Мы бы хотели, чтобы и детям это интересно было. И у них такая возможность была свои достижениями, и похвастаться, и поделиться в сети. И хотелось там элементы геймификации сюда привнести. И чтобы это и какой-то соревновательный момент имело. Для того, чтобы детей увлечь. И чтобы они смогли научиться с целями своими работать. Да, ссылочку размещу на сайт. Он еще у нас наполняется. Мы туда еще планируем разместить методические рекомендации по работе с коучинговым колесом. Те, о которых я сегодня говорила. Так как мы еще работаем на тетрадью, может быть, мы еще какие-то коучинговые инструменты внесем. Но нам нужно подумать, как оно будет работать. Так как все-таки мы лексику прорабатывали. Не хочется распыляться. Ну, вот это вот как раз коучинг-вилл. Та страничка, где можно колеса свои выкладывать. Мы в качестве образца выложили колеса достижений детей. Ну, которые у нас есть. И которые сейчас у нас как работа идет. Вот сегодня был урок немецкого языка. И мы прорабатывали уже прирост знаний. Надо сказать, что, например, с отметки 2-3 уже идет 7-8. Осталось два шага до идеального результата. Вот прям прописывали. Конкретизировали. Понимали, чем желание, цель отличается. И такая работа важна. И спасибо коучинговым технологиям, что такие инструменты нам дали. Потому что нам их действительно не хватало. Ну, это вот наполнение нашей тетради. То, что я говорила о когнитивных способностях развития. Память и внимание. Это кроссворды, скраблы, криптограммы. Все это заточено под лексику к учебнику. То есть мы хотели, чтобы это был инструмент, которым ребенок может пользоваться на уроке. Инструмент в помощь учителю. Помимо всего прочего, в нашей тетради, мы не случайно ее смарт назвали, умная тетрадь, есть, с минуточку, изучение слов в облаке. Мы под каждый набор, ремотический раздел, сделали интерактивные упражнения в сети. Это и флеш-карты, и тесты, и игровые какие-то вещи. Они в свободном доступе находятся. У нас в QR-кодах все ссылки есть. Берет ребенок мобильное устройство, прям с нашей живой тетрадки, переходит на страницу и тренирует лексику. То есть мы хотели сделать обучение максимально интерактивным, мобильным, и чтобы все это работало. И учителю не нужно было придумывать, где это брать, для того, чтобы детям было интересно. Живые слова и истории. У нас там заложены и скрайб, и всевозможные... Мы разные программы подобрали для детей, для того, чтобы они имели возможность эти истории и слов, которые мы предлагаем, составлять. Или оживить какое-нибудь слово. Там у нас разные интересные задания. Так, идем дальше. У нас в этой же тетрадке проекты с приложениями дополненной реальности. Причем мы прям саму тетрадь наполнили этими картинками, которые оживают при наведении на них мобильного устройства, заложенной специальной программой. Все это в тетради будет. И прописаны, какие программы нужно загрузить для работы с этими приложениями. Причем это ведь не просто красивая картинка, или там оживший проект. У нас там интересные задания придуманы для детей. То есть это не развлечение ради развлечения. Это вот как раз нам хотелось сделать, чтобы это было фан, но с максимальной пользой для ребенка. Ну, я бы вас хотела в заключении вызвать на рефлексивный разговор в течение одной минуты. Давайте потратим это время. Непрерывно записываем свои мысли, которые приходят в голову и связаны со словом «Колесо достижений». Если не готовы делать это сейчас, это можно сделать потом. Но сейчас это принесет максимальную пользу. Ну, мы показываем технику, да, как она работает. Ее тоже очень можно и нужно использовать на уроке. Прочитайте свои записи и ответьте на следующие вопросы. Почему я записал именно эти слова? О чем я думал или думала, когда писал эти слова? Что бы я хотел в записях изменить, и написанное мной имеет или не имеет для меня значение? Да, вот я вижу интерес, мотивация, прорыв, удовольствие от учения. Да, новые знания, непрерывное развитие. Представляете, какая техника великолепная, которая такие слова у нас вызывает. Да, желание учиться. Хочу знать больше. Ну, великолепно. Здесь вот личностный рост сразу. Шаги надо прописать. Что для этого нужно? Да, пока это желание, оно должно стать целью. Развитие. Спасибо огромное. Вот для тех, кто заинтересовался нашей тетрадью и в дальнейшем, может быть, хотел бы с ней работать и приобрести для работы со своими учениками, я оставляю контактную информацию. Это я и моя коллега Ахмара Ольга Евгеньевна. Здесь наш адрес электронной почты. Если у вас есть к нам вопросы, пожелания, рекомендации, пожалуйста, обращайтесь. Мы всегда готовы к сотрудничеству, всегда открыты к новым идеям. Да, я вас тоже обожаю, Наталья. Спасибо огромное. Все, всем до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok